Первая реакция была как 24 февраля 2022 года. На интеллектуальном уровне мы понимали, что это может случиться, а эмоционально невозможно поверить. Алексей был очень талантливым политиком и очень смелым человеком и вполне мог сыграть очень важную роль в будущем России. То, что режим его убил, а это второй лидер оппозиции, которого режим убивает, первый убил Борис Немцов, мой друг, показывает внутреннее содержание этого режима. Этот режим абсолютно бандитский режим. И мне очень сложно представить, как с таким режимом можно вести о чем-нибудь переговоры из слабой позиции. Я считаю, что мы должны сказать однозначно, что этот режим нелегитимен и что с этим режимом договориться можно только из сильной позиции. Если руководитель страны сначала травит своего оппонента, потом закрывает его за решетку, потом отправляет его на крайний север, и потом вдруг его оппонент умирает, за день до этого выступив вполне здоровым человеком на экране судебного заседания, то версия, что это произошло случайно и никто в этом не виноват, она не имеет права на существование. Мне не хотелось бы проводить такую связь, но ее приходится провозить. И эта связь очень видна, что сначала была выдвинута в виде кандидата в президенты, депутат, малоизвестный человек, Тунцова. Ей не разрешили собирать подписи, но было видно, что тысячи людей по всей стране готовы ее поддержать. После этого разрешили собирать подписи, видимо, по ранее идущему плану, такому весьма сервейному депутату Борису Надеждину. Все знали, что он, в общем, человек абсолютно зависимый от власти, но, тем не менее, он выступил с антивоенным лозунгом, и этого хватило для того, чтобы в очереди подписываться за его выдвижение в качестве кандидата в президенты, выстрелились сотни тысяч россиян. Ну и увидев это, Кремль, видимо, решил, что не стоит рисковать. Я очень надеюсь, что сегодня судьба тех политических заключенных, которые остаются в России, а это еще два товарища убитого Бориса Немцова, это Илья Яшин и Владимир Кармурза, и я очень надеюсь, что Кремлю будет высказана необходимость этих политзаключенных отпустить. Я также надеюсь, что в результате процесса осознания сути этого режима выборы, так называемые выборы президента Путина, не приведут к признанию его легитимности со стороны Запада. Запад должен сказать себе и всему миру, мы не можем признавать этого человека, мы не можем всерьез вести с ним переговоры, когда он считает себя победителем.